3. Осуществление всех необходимых действий по возвращению в страну украденных чиновниками и их аффилированными структурами, для чего будут также объявлены не вернувшие деньги должные лица, притязаторы и их наследники должниками русского народа на международном уровне и с утекающими последствиями. Ну вот лично, то есть как бы конфликт с другими странами пойти, в общем-то неплохо, но я сомневаюсь, что это будет. Ну, что там, Англия, США вернут что ли? Деньги уваривали? А что вы, ребят, верите что ли в это? 2. Что есть создание внешнего взрослого банка, который занимается вращением страны уединенных за пределы страны средств приобретенных незаконных путем. А этот банк будет под контролем? Сомнительно. 2. Семь. Случай добровольного возврата лицо незаконно владеющий такими средствами реабилитируется, уголовные дела против них прекращаются. Транно. А ведь человек украл деньги, которые на больницу там умерли сотни, тысячи, миллионы людей. А вот это 2.7, это просто недопустимо. Ну, тем более он как бы 100 миллионов долларов стачит, один ведет, скажет, я же миллион, и все, понимаете, ребята. 2.8. Так. Так, ну да, закончим пока до 3. 2.8. Денег вот и для служащих. Каких служащих? Вот служащих, что ли? Пропорционально национального представительства правоохранительного органа, то число по должностям. Блин, я чё-то не понял. По национальностям, что ли, туда запихивать? Ничего не понял. Правоохранительных органов. Как вот и на что. А, что какая-то национальность, чтобы в полиции эти служили, что ли? Чё-то типа такого. Блин, сомнительная штука. 2.9. Ведение принципа материальной ответственности чиновников за принятые или не принятые вопреки закон необходимости решения. За все решения чиновников прямо и косвенно полегшие материальные иной ущерб для юридических и частных лиц нарушения права собственного и ущерб здоровья должны иметь соответственно материальные процессуальные последствия. Только что написано, бабло отдал и ничего тебе не будет. Ну и это повторяется ещё опять же. Многичные принципы материальной ответственности. Разработать для работников силовых и профильных органов. Каждые юридические лица должны иметь право на комфициальные убытки в случае, если они происходят в результате неправильных действий сотрудников структуры. А если они деньги вывели уже, что и будет. Да и уже многие вывели. 2.10. Введение обязательной процедуры ежеквартальной полугодовой и годовой отчётности государственных органов и органов местного совправления о целевом расходовании бюджетных и небюджетных средств. 2.11. Введение процедуры до срочного прекращения полномочий избранных органов государственной власти. 3.11. Нехорошее слово от государственной власти, нанятых менеджеров и должностных лиц, занадлежащее выполнение и невыполнение халатности ими своих должностных обязанностей путём открытого всенародного голосования. То есть всё время надо голосовать. Ну ладно, будем голосовать. 3.11. К сожалению, необходимых действий по возврату ранее уехавший преступник в соответствии международным законодательствам. Думаю, Англия нифига не выдаёт. Усманова и прочих. Поэтому непонятно. 3.11. Муниципалитеты. Ну это такие местные чинуши. О, не длинные, ладно, давайте обсудим. Тогда уж какой, до 15 минут? Вот. Договорю. Выборный ответственный муниципалитет в должности с правом немедленного отзыва. Ну это было, по-моему, только что. 3.2. Отсутствие управляющих компаний. Муниципалитеты должны работать напрямую. Управляющих компаний не должно быть. Должны быть обслуживающие организации. Потому что, ну типа, они дома, ваше имущество управляют. Не надо таких названий. Обслуживающие. Право несколько, достаточно права на выбор. В рейтингах должны люди составлять. Это вот я прекрасно знаю. Говорю, четко вам записывайте, как должно быть. Муниципалитеты. Вот как сейчас есть муниципальное образование. Я туда ходил. Это чинуши саны, говно никчемное. Вот. Достаточно людей. И сейчас проблема, что никак не контролируется руководство в доме. Вот это председатель, саны, вор в каждом доме. То есть вот это надо поправить дело. И все. То есть, ну, и это можно поправить. Можно. Только надо поменять вот эту схему, когда в каждом месте сидит гнида начальник. И пожаловаться некуда. И надо, чтобы так работало, чтобы не надо было жаловаться. 3.3. Гарантированная зарплата и добровольный премиальный фонд сверхприбыли за счет пожертвований граждан. Неплохо, да. Да, то есть вот доход. Средняя зарплата не выше. Да, и вот это вот, что люди нашлют. Отлично. Столько разговоров про чиновников. Блять. Это уже залет. За все программы разговоры про чиновников. Может быть убрать всех чиновников, я не знаю. Все. Три-четыре. Приативе от муниципалитетов на строительство дорог, дорог, деревья, ипотека без процентов. Дома. Все равно же отдавать придется. Может быть, просто давать дома. Строительство. Кто опять будет заправлять строительством? Создание открытого земельного кадастроя, электронная муниципальная карта. Ну, открытые вещи, да, отлично. Три-четыре, создание паспортового полностью дедом с расчетом антопогенной нагрузки. Блин. Паспорта хорошо. Антопогенная. Что такое? Блин, так тогда я прочитала, не почитала, ладно. Блин, ты что-то тормозишь. Что такое? Что-то тормозит, не понимаю. Сейчас слово прочитаю. Окружающая природа. Экология. Ну, как-то да, можно было попроще написать. Так, четвертый раздел. 4.1. СМИ. СМИ расшифровывать надо. Смесом массовой информации. Разработать и принять докладное цементное взаимодействие об интернете. Причуясь ввода слова и политического возземления, вплоть до голосования граждан в тронных средах. Доконодательство об интернете. Может быть, вообще, как бы, не трогать его. Ну, кроме угроз, там, элементарно, вот этих уголовных, чтобы не угрожали. Так-то остальное, это, пускай, болтает. Поругаться даже можно иногда. 4.2. Сделать интернет основной обязательной формы отчета с декадством перед народом, по примеру, 94 ФСЗ. Чего, ничего, 94. Это позволит скратить затрат на поле за отчетности и сохранить уникальную природу нашей страны за счет сбавления башеносителей. Как бы сейчас есть. И уже написано было раз-два до этого. Добиться внесения права на свободу в интернете в список конституционных прав граждан. Ну, отлично, да. Вроде где-то это внесли уже. 4.4. Ввести обязательное народное обсуждение текущих конкурентов для повышения прозрачной законодательной деятельности, повышения престижа законной власти общества, универо рождение гражданского общества. Ну, отлично, да. Я вот этим и занимаюсь. Как бы. Пока мне под жопец дали. Вот подготовки. 4.5. Реализовывать проект электронная Россия с коллективом в его соответствии с современными реалиями. Это какой-то чиновничек, какая-то херота. Пустозвонство их не. Да. 4.6. Добиться посеместра распространения быстрого интернета для ускорения роста экономики, формирования гражданского общества, индустрии, удаленной разработки, укрепления общественных связей. Ну, отлично. 4.7. Разработать мероприятия по расширению присутствия государственного аппарата в сети и повышения продаж на северного работа. И, блин, это уж было, по-моему, уже. 4.8. Создать единую платформу принятия и обработки заявлений граждан через интернет на основе портал госслуг и системы одно окно контактных центров различных федеральных, региональных, муниципальных властей и кминус. Сейчас это и есть почти что. Ну, неплохо. Дело, как я говорил, уже в другом. Чтобы не нужно было бегать за подачками. 4.9. Сформировать интернет-общественную палату для контроля действий госорганов и внесения инициатив граждан. Не надо никаких новых чин уж создавать. Не надо. 4.10. Сделать интернет-полтар удобнее граждан с органичной 4.11. Делать дешево, доступно скоростной интернет каждой точке страны. Блин, уже раз третий повторяется. Ребята, доработайте программу. 4.12. Обычная наземная почта для физических объектов должна быть тотально реформирована до уровня разных стран в ряду с дальнейшим развитием частных почтовых компаний. Прежде всего с уткающей таможенной реформой. Неплохо, да. 4.13. Создание государственного интернет-портала стиле-текстовой фотоинформации о нашей стране и энциклопедия Россия. Да, хорошо. Хорошо. Ну, а что это выльется? 4.14. Создание свидания патриотических государственных СМИ и площадки взаимодействия с гражданами. Не надо быть патриотом, потому что это... Ну, то есть, патриотом чисто с земли, а не какой-то страны, строй, опять какой-то, какого-то лица. Тут же, ну, сразу к вам подлезут, если опять скажут, иди сдохни куда-нибудь, иди за революцию, за подготовку, сдохни, за Навального, сдохни. Не надо вот такими быть патриотами. 4.15. Забрешение оператором соцсвязи, интерпровайдером сотрудничество без службы и разглашать пристанавливать данные пользы. Только в решении суда к учебу линии фактов данных запрет и лишать таких операторов лицензии на вещание. отлично, это вроде и сейчас есть. А спецслужба не должно быть, что за херня. 4.16. Запрет государственным и муниципальным органам, государственным и муниципальным... Блин, что сто раз-то это повторяется? Как бы считал, так и есть. Запрет государственным и муниципальным органам, государственным и муниципальным или с долей государственного и муниципального участия предприятиям. Блин, ребят, не работали над программой. Учреждениями и организациям быть с учредителями или собственником печатных, телевизионных, радищактных, никто на СМИ кроме официальных изданий предназначено исключительно для полигации их собственных решений и правых актах. Ну, что, где они печатают, они не были сами собственники? Ну да, у них доступа не должно быть, а то будут подправлять там эти голосовалки, да, нормальные, только написано так коряво. 4.17. Ужесточение ответственности за замешательство независимого деятеля СМИ и осуществления нецензурных функций. Уответственность, да, должна быть, но не надо ужесточение, надо так, чтобы это просто невозможно было сделать. это рецепт для всего. Я его повторяю. 4.18. Обеспечение информирования граждан о проведении массовой публичной акции. Да, да, везде, бумажки развешивать там, чтобы люди все знали. что подтверждение приходилось, что человек получил, а потом как бы смотришь, говоришь, ну ты же вот не ответил. 4.19. Восстановление полноценного доступа СМИ к информации. Блин, что, это же было примерно. Принятие нового закона о гарантиях доступа граждан к информации действия органов власти, должных лиц, соответственных за восприятие недостанавливает случаев, связанных опасными для жизни людей. Повторение было, по-моему, это несколько раз. Внесение Уголовного Кодекса РФ в статье об ответственной СМИ закрытии искажения информации о реальном положении дел в стране, заведения заблуждения о проводимых реформах и их последствиях. Хорошо. Хорошо. 4.21. Пропаганда здорового образа жизни без массовой информации, видеофильмы, социальной рекламы, телевизионной передачи. Кончается 15 минут. Да, это сейчас есть и пропаганда, но она чисто так написана не кури, а само государство сигареты продает. То есть вот это тупилово надо убрать. 4.22. Попред, реклама алкоголя, а также сигареты и других вредных веществ. Блин, время кончается. Да, рекламы не надо, но люди будут друг другу все равно рассказывать. Там как-то по-другому надо с этим бороться. Ну, немножко можно, все. Потом будем пятую часть рассматривать. Пока, ребята. Сколько? Три части я записал.